теперь немного расскажем о горнолыжной инфраструктуре эстасадка поднявшись двумя пересадками на высоты 960 и 1460 метров мы попадаем на самую высокую точку курорта это высота 2200 самым пафосным заведением на горе считается ресторан вершина 2200 цены правда кусаются суп том-ям вместе с глинтвейном обошелся в 1200 рублей причем ни то ни другое ожидание не оправдали глинтвейн приготовлен был халтурно а в знаменитом тайском супе одиноко плавали пару креветок заходить сюда есть смысл только для того чтобы выпить краснополянский чай который пожалуй трудно испортить рядом с рестораном у верхней станции канатной дороги вершина расположена новая смотровая площадка открывшаяся совсем недавно 26 июля 2019 года с высоты новой панорамной площадки можно увидеть уникальный для краснополянный обзор в 360 градусов с видом на кавказские горы поселки краснополянные стасадка долину реки мзым ты горную долину цирк 2 хребты аигби и горные вершины республик адыгей абхазия для удобства посетителей на площадке размещена подробная карта кавказских гор с их названием а также бинокль чтобы можно было бы разглядеть горные верхушки более детально высокогорный качель еще одно развлечение для туристов здесь каркас установлен практически у обрыва поэтому во время катания создается ощущение невесомости чтобы добраться до смотровой площадки необходимо приобрести прогулочный билет горки тур или один день в горах от вершины мы практически каждый день ездили кататься в цирк там собиралась веселая тусовка работали аниматоры проводились конкурсы многочисленные любительские соревнования нам представился случай воспользоваться бесплатной арендой лыжного оборудования лично для меня эта услуга оказалась очень полезной купленные четыре года назад лыжи для начинающих уже меня не устраивали но как двигаться дальше идти в магазин и брать что понравится не вариант нужно испытывать на себе вот как раз здесь и представилась возможность попробовать разные лыжи прямо на склоне теперь я точно знаю в каких лыжах я открою новый сезон 2021 в цирке есть небольшая кафешка в которой всегда можно купить горячий суп чай глинтвейн или пиво из минусов здесь не принимают карты из-за отсутствия связи как таковой так что если вам нужно быть на связи по работе в цирк не ногой необходимо учитывать что цирк 2 достаточно часто закрывают причины разные соревнования сильный ветер лавинная опасность но между тем именно в марте наиболее комфортные широкие трассы а их бы и черная пирамида которые держатся в хорошем состоянии до конца июня а а а От цирка 2 начинается трасса Восточная, которая из пяти дней катания, к сожалению, работала только один раз. Поднявшись на кресельном подъемнике Черной пирамиды наверх, в теории можно попасть в цирк 3, но нам и там не повезло, он был закрыт все дни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова